Книга «Открытым оком», 12-й тонн, тема «Будущее мира. Страшный суд». Вопрос 2743. «Какое тело было у Адама до грехопадения, и какое будет тело после Второго пришествия Христа?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Что мы можем узнать из следующих откровений, данных нам от Духа Святого?» Римлянам, 6 глава, 23 стих. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим». Послание филиппийцам, 3.21. «Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою которой Он действует и покоряет Себе все». 1 Иоанна, 3 глава, 2 стих. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Матфея, 13 глава, 43 стих. «Тогда праведники высияют, как солнце, в царстве Отца их, кто умеет уши слышать да слышит». 1 Коринфянам, 15 глава, 54 стих. «Когда же тленное сие облечется в нетлении, и смертное сие облечется в бессмертии, тогда сбудется слово написанное, поглощена смерть победою». 3 Ездра, 7 глава, 48 стих. «О, что сделал ты, Адам, когда ты согрешил, то совершилось падение не тебя только одного, но и нас, которые от тебя происходим». 1 Коринфянам, 15 глава, 22 стих. «Как в Адаме все умирают, так во Христе все живут». «Где не было греха, там не было и смерти. Тело Адама было бессмертное откушение от древа жизни». Бытие, 3 глава, 22 стих. «И сказал Господь Бог, вот Адам стал, как один из нас, зная добро и зло. И теперь, как бы не простер он руки своей, и не взял так же от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно». Откровением, 22 глава, 2 стих. «Среди улицы Его и по ту, и по другую сторону реки древо жизни, двенадцать раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов». И еще спрашивают, был ли у Адама пуп? То есть, если он не был рожден, то зачем ему конец пуповины, который младенец связан был с матерью? Конечно же, был, как и яичники у Адама и матка у Евы. Ибо Адам был совершенным человеком, запрограммированным на продолжение рода, как и Ева. Бытие, 1 глава, 28, 31 стих. «И благословил их Бог и сказал им, «Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над зверями, и над птицами небесными, и над всяким скотом, и над всею землею, и над всяким животным, присмыкающимся по земле». И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма, и был вечер, и было утро, день шестой. Субтитры создавал DimaTorzok